Я благодарю вас за влияние, за создание такого мощного поля. Энергии были действительно просто исключительные. Энергия дня очень сильно нас балансирует, гармонизирует и фокусирует нас на самом важном. Отбрасывая всё ненужное, второстепенное. То есть на наших основных целях, на том, что действительно важно в жизни. И сегодняшняя энергия обоих практик показала, что участники очень сильно подготовлены, проводимость высокая. Звуки легко шли и настройка прошла очень быстро. Синхронизирование практически моментальное. И подача звукокодов была очень динамичная, очень высокая. Мы с Агатой провели небольшие исследования. И я вам хочу сказать, что вот эта маленькая чаша, она вибрирует, если просто ударить вот таким образом. То есть вибрация составляет 3350 Гц. Это очень высокий уровень вибрации. Если я провожу вот таким образом, в районе 730 Гц. Это очень высокий уровень тоже. Агата сегодня использовала ещё более мощный инструмент. Это языковой барабан. Там вибрации достигают больше 7000 Гц. Представляете, какой уровень? То есть это действительно мощнейший целительный уровень. Плюс энергия Абсолюта, которую мы проводили. И создаётся очень мощный целительный эффект внутри. То есть вы можете это не осознавать, потому что вы не можете ведет работу своих клеток. Но ваши клетки моментально реагируют на звук. Звук – это первооснова нашей Вселенной. Всё строится на вибрации. Каждая вибрация – это звук. Звук – это вибрация. И наши клетки сразу настраиваются на ту идеальную частоту, которая заложена у нас в генах. Они помнят эту частоту. Другое дело, что мы имеем множественные искажения, как я уже упоминала. И сегодня были поданы очень высокие вибрации, которые сразу пошли на клеточный уровень в нашу ДНК, в структуру. Потому что, вы знаете, наша ДНК реагирует на любое слово. На любой звук, на любую вибрацию. Так вот, сегодня мы провели высочайший уровень вибрации на все наши энергополя, на наши чакры, на нашу физическую структуру. И было мощное выравнивание, структурирование полей, гармонизация их, балансирование. И я это почувствовала особо во второй части, когда проводила исцеляющие потоки. Я чувствовала, как они работают на каждого. И видела, как они подаются на каждого. У каждого в своем диапазоне, конечно же, в своем спектре, в том, которому надо. Но они были очень мягкие, благостные. Они заходили именно так, как должны заходить экологично. Постепенно вымещая старые структуры. То есть они просто растворялись в свете. Основная часть, где-то минут сорок, наверное, это была именно работа с нашими телами. Очищение, наполнение. Чувствовалось сразу такой переход, когда после очищения перешли наполнение. Такое благостное состояние, как растворение в свете. Просто границы растворились, и тело растворилось в свете. И затем пошли уже конкретно, я почувствовала энергии через нас, поскольку поле было подготовлено, почищено. И через нас передали энергию планете. Тут у меня через дыхание пошло освобождение. То есть вот тот вот накопленный деструктивный энергопотенциал на сфере, в тонких телах планеты. Он освобождался сегодня. То есть мы тоже внесли свою часть, чтобы освободить этот потенциал. У меня это всегда проходит, практически всегда через дыхание. Такой релиз происходит. Вот так, где-то примерно так. То есть это не произвольно. Я тут ничего не могу сделать и контролировать тоже. То есть мое тело приучено так освобождаться через дыхание. И мы помогли действительно очень сильно планете. Потом пошла свиттуризация, выравнивание и наполнение необходимыми энергиями. То есть мы же, по большому счету, наша задача на планете принимать, перерабатывать, преображать энергию. То есть все, что в нас заходит, любую деструктивную энергию, мы можем переработать и превратить в то, что нужно планете и нам тоже. То есть не надо бояться того, что заходит. Надо просто перерабатывать, как я, например, делаю. Если что-то там, я очень много коммуницирую с людьми и очень много получаю различных энергий. То есть я трансформатор. И поскольку я работаю каждый день на публике, около меня сотни в день, реально сотни. Естественно, я не могу закрыться, потому что я принимаю те энергии, я их трансформирую, перерабатываю в другого качества энергии. Вот такая я как-то трансформационная система. И многие из вас точно так же работают на своих территориях. Таня Мышкина – это 100%. Это просто определенно. Людмила Юрова тоже в своей зоне удивительной. Многие из вас неосознанно тоже являются трансформаторами. Это очень важно осознавать, особенно для того, чтобы понимать, что когда у вас падает уровень энергии, он падает потому, что, опять же, мы трансформируем эти энергии, и мы должны тоже восстанавливаться, сбрасывать энергии, перерабатывать и восстанавливаться. Для этого нужна природа. Вот такие сессии, как у нас, звуковые, не только в нашей команде. Вы можете найти себе подходящие вам группы. Но у нас особая система. Здесь выстроена, потому что у нас подача одновременно звукокодов с энергиями Абсолюта и индивидуальные коды, которые имеют Агата и я. Вот это созвучие, которое у нас получилось над соединениями, таким образом, что мы подаем очень мощный пакет энергии. И дальше я держу портал. Дальше у нас идет распаковка. Вот как сейчас, например, у нас обсуждение. У меня уже участники привыкли, наверное, к тому, что... У нас, вернее, участники привыкли к тому, что на каждой сессии кто-то распаковывается. То есть мы не можем подогнать процесс, но происходит момент, когда энергоструктура наполнена, и происходит как бы раз щелчок переключения, и человек уже понимает, кто он, что он, на какой ступени развития, куда дальше идти, с какими структурами он взаимодействует. Идет распаковка. Это очень важно, потому что людям надо тоже быть в сообществе, где они могут пообщаться и понять, что же с ними происходит. Когда человек варится в своем соку, как я варилась лет, наверное, 20, то это очень трудно понять, что же происходит. А когда в обществе ты можешь услышать, что с другими происходит, и проложить аналогию с своими процессами. Сегодня мы запустили первое энергополе. И еще раз повторю, что это взаимодействие с матрицей, поскольку мы в ней живем и будем жить, и еще долго будем жить, и нам надо научиться с ней взаимодействовать. На равных. Не так, чтобы она нас подминала, а на равных, уважая права каждого. А теперь я хочу приступить к обсуждению. Я прошу взять микрофончик, кто уже готов, кто созрел, кто уже в том состоянии, что может высказаться. Леночка, сейчас я включу. Да, Леночка. Ленусь, я просто буквально на несколько секундок сейчас хочу выразить тебе благодарность, Агате, за то, что вы делаете. Я как раз принимала все эти энергии, гуляя. Обычно же я нахожусь дома, лежу. И вот сейчас я попробовала делать все в движении и в парке, вдыхая свежесть, смотря на зелень. И слушая Агату, это, знаете, это такое блаженство. Мне хотелось подпрыгивать. Просто я почувствовала в движении эту энергию. И она прекрасна. Я благодарю тебя. У меня уже одна, один процент остается от заряда. Благодарю, благодарю. И всем посылаю свежесть, энергию и классный вайб. Благодарю тебя, Леночка. Леночка, благодарю тебя. Успела, успела. Молодец. На финиш. Молодец. Благодарю тебя. Благодарю, Лена. Хорошо. А кто следующий, кто хочет принять микрофон? Я может. Да, Агата, пожалуйста. Агата говорит, что в самом начале, как только она начала играть на языковом барабане, она начала плакать. У нее пошли слезы. Not today. Not today. At the beginning. I have this baraban since 8 months. А. С самого начала. У нее барабан 8 месяцев. То есть это вот с самого начала, когда приобрела. And I systematically, regularly use this in the morning or in the evening, before I sleep. И она регулярно использует его перед сном и утром тоже. The sounds of this барабан, they have different frequencies. Since low, around 100, till several, till several thousands, the vibrations. Границы вибрации от 100, you tell? 100, yes? Around 100, a little bit above. Где-то чуть выше сотни герц и несколько тысяч. То есть мы вчера измеряли, где там больше 7 тысяч было герц. Она понимает, что это работает на открытие наших различных эмоциональных сфер. И вначале она плакала, потому что... И она поняла, что это было ее очищение от того, что ей не нужно в прошлом. Yes, and I see this instrument, really, is cleansing our energetical field and makes us free. Агата точно признает, что этот инструмент освобождает нас от эмоционального груза и освобождает нас. Очищает нас. Yes, because I live with my son, who is 18 years old now and has different problems among many in the school. И потому что она живет сейчас со своим сыном, которого 18 лет, и у него различные проблемы в школе. And when I see, like, for example, yesterday in the late evening, that he was very nervous, very nervous, I started simply to play. For me, very... not very loud, rather in the silence, rather silent. И вчера, когда она видела его очень разнервничаемым, она просто начала играть в тишине. Yes, it took only several minutes that he came to my room and started to speak, started to talk with me. И это забрало за него только несколько минут до того момента, как-то он зашел в комнату и начал сидеть с Агатой разговаривать. Yes, and after maybe 10-12 minutes, his mood completely changed. And he saw, he noticed this, saying, oh, I was so nervous, I was so mad before. And now, I am even joyful. И через 10-12 минут он пришел в себя и сам осознала, о, я такой был нервный, я такой был злой, а теперь я просто радостный. And it was not the first example, but yesterday I confirmed this, how quick it can act. И это не единственный пример, но вчера она увидела, как это действительно работает быстро. Yes, I hope that you also enjoy this play, and I hope that you also feel something in your energetical field, in your emotions. Leave them simply like I left, and now I really feel much more free. И она надеется, что вы тоже почувствовали изменения в своем состоянии, и немного отпустили, и она сейчас чувствует себя намного более свободной. Yes, thank you, that's all. Thank you, Agata, very much. I want to tell you also that I felt different in comparison with the sound of both. They're all magnificent, and they do their job, but today we have new experience using only this drum, very special, because vibration, what I felt, and what I provide for me, it was different to both. It was a very big scale of vibration, and they were working very softly, without any tense, it was a very smooth sound, very smooth sound. Yes, bye-bye, thank you. Thank you, Agata, thank you. I told you also to all. I told you that in sessions that there were different vibrations, good energy, good energy, personalized in-application, 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 in-application. Every job is doing your work. And these energies welcomed very slowly, very eloquently, very soft and lightly work with behind the air, with the air, with those different parts. он мягко его очищает. Благодарю еще раз Агату. Она просто у нас волшебница. Это мастер-мастер звука. Мастер звука. Она еще и целитель, понимаете? То есть усиливается энергией. Хорошо. Я прошу, пожалуйста, кто еще хочет, подключайтесь. Настенька, привет. Привет, друзья. Приветствую. Прекрасная Елена, прекрасная Агата. Я благодарю за этот опыт, потому что это что-то новое для меня в последнее время. Что я чувствовала? Я провела... Первая медитация у меня была вся в движении. Я вообще какие-то восьмерки тело рисовала. Меня вообще наклонило к полу. Болтало. Я вообще не поняла, что это такое. Но как-то вот так все было достаточно мягко. И я замерзала прямо. Я очень замерзла. Вторая часть тоже у меня... Тоже я была в движении. Немножко по-другому это как-то ощущалось. Потому что по-другому. Потом я уже, вижу, к концу села. И почему-то мне захотелось выйти раньше, чем закончилось. Минут на 10, наверное. Может, еще мой ум включился, что мне надо собираться и ехать. Но какая-то включилась такая штучка, что... Ну, так. У меня уже, похоже, все. Для меня сеанс. Может, он еще идет, но я уже вышла из этого процесса. Это очень интересный опыт. Так что благодарю, благодарю. Все. Принимаю. Все. Процессы очищения, я думаю, что все они прошли благополучно. Настенька, я тебе очень признательна, что ты пришла, присоединилась к нам. Я тебе, во-первых, очень благодарна за твой отзыв и за твое такое тонкое чувствование. Действительно, я сегодня первый раз проводила в группе, потому что до этого я чисто интуитивно нашла, что можно работать с телом и проводила индивидуально. И вот то, что ты говоришь, вот у меня несколько человек прошли индивидуально, то это был очень мощный процесс. Вот как ты говоришь, у меня даже люди на полу были, их катало по полу, понимаешь? Вот. И, в общем, балет делали, там наклонялись по-разному. И Агата со мной работала, я с Агатой работала, и с другими людьми. То есть эффект очень сильный, очистительный, расширение. Это еще раз подтверждение, как работают вибрации. То есть если высокая вибрация, как она воздействует на тело, это еще раз подтверждение, надо думать, что мы говорим. Каждое слово. Лучше вообще не говорить, лучше вообще не думать, что-то такое непонятно, что выпустить в мир. Вот это подтверждение, как работают вибрации. И если мы настраиваемся на... Сейчас мы чистку такую прошли, и надо это состояние просто поддерживать. Вот эту чистоту, которую мы приобрели. И мы проводим каждый четверг, у нас вот такие мощные сессии, каждый четверг. Я понимаю, что еще люди не привыкли к этому. Люди думают, что они там в туалет сходили, там душ крели, и все, чистка прошла. Или зубы почистили. Ничего подобного. Это ничего подобного. Можно этого вообще ничего не делать, но если внутри чистоты не будет, то ее не будет и снаружи. Так вот мы работаем с внутренней чистотой, которая потом проявляется наружу. Настенька, я тебе очень благодарна. Ждем тебя на следующей сессии, если будет, конечно, возможность. Потому что вот это первооснова. Что мы делаем? Это первооснова для каждого человека. Энергетическое взаимодействие, энергетическая поддержка себя и балансирование между двумя мирами. То есть материальные и физические. Не уплывать далеко вверх и не погружаться сильно вниз. Вот это точка сингулярности, точка сборки. Чтобы мы находились в своей середине и могли за этой середине отслеживать. Чтобы не было перекоса ни вверх, ни вниз. Вот этим мы занимаемся. Настенька, благодарю тебя от всей души. Приходи. Хорошо, благодарю. Благодарю. Я открыла все микрофончики. Пожалуйста, кто хочет, подключайтесь. Танюша. Всем привет. Благодарю, Леночка, Агата. Прекрасная практика сегодня была. Ну вот, вообще необычная эта первая часть была. Значит, я чувствовала чистка. У меня была такая прям сильная зевота. Прям в меня прям выходила, выходила. А потом немножко начались такие небольшие движения. Вот. А потом дальше меня просто закружило. Ну, я начала кружиться, прыгать, скакать. Вот прям как вот даже вспомнила, что это когда-то там я лет там до двадцати. Я была там на какой-то свадьбе и прыгала такая вся веселая. У меня прям такое веселье пошло. Да, и такая легкость, как будто бы я девчонка. Ну, как бы вот так вот, да. Вот, действительно. И вот прям постепенно, да, вот чувствовалось, да, что это нарастало. И вот ощущение какой-то радости, энергии, энергии, созидания, энергии, ну, вот таких высоких вибрационных энергий. Я вот прям почувствовала. Мне понравилось. Я прям даже аж вспотела. Даже от физкультуры. Ну, такой, да, танцы, да, такие танцы у меня тут были. Вот. Несмотря на то, что у меня же там поясница, шея, я про всё это забыла. Всё это перестала как бы про это думать вообще. Ну, в общем, всё хорошо. Благодарю. Это отличная практика, Леночка. И вторая часть, вторая часть, она уже была какая-то такая уже, ну, поспокойнее, потише. Я уже тут ходила так плавно. Ну, уж не сидела, а ходила, ходила тоже так, делала какие-то движения руками. Ну, всё это было, ну, в каком-то таком состоянии тоже лёгкости, непринуждённости, ну, вот, принятия, ну, такого расслабления, ну, я бы сказала. Вот. И вот это было ощущение. Потом я уже поняла, что всё уже заканчивается, что уже всё, ну, уже мы сворачиваем наши эти потоки. Вот. Ну, было у меня такое чувство. Ну, классно, да. Мне прям сегодня весело было, если честно. Ну, вначале, понятно, прям зевота, да, ну, думаю, ну, всё, это чистка, чистка, да. Ну, освобождаются там мои все эти вещи. Вот. А потом всё как бы, да, потом всё это сбалансировалось, гармонизировалось, успокоилось и наполнилось. Вот. Благодарю, благодарю, благодарю всех участников, всех, кто участвовал, всех ангелов, всех наставников, все высшие силы, энергии Абсолюта, все эти благостные энергии мы принимаем и благодарим. Ой, Танечка, да, благодарим всевышние силы от всей нашей группы. Да, и то, что ты сегодня вошла, видишь, у тебя подготовка хорошая, что у тебя сразу такой переход почистилась и сразу наполнилась, да. Вот. Это очень хорошо. То есть за короткое время я уже заметила, что вот именно если я работаю только одной чашей, этой, то где-то 30 минут уходит. Это очень комфортно, человек не устает. И если интенсивная нагрузка, например, если человеку нужно конкретно проработать что-то, да, то, ну, 30 минут вполне достаточно, потому что я просто видела, какой королевый балет у меня устраивают вот участники, да, вот на моих частных сессиях, то выдержать больше 30 минут вряд ли кому-то удастся, вот, потому что там вообще такие зигзаги. И вот как ты говоришь точно, забываешь про все, это значит, что вибрация в ходе тела. И я попрошу вас тоже отслеживать, что у вас пройдет в теле, потому что сегодня были еще поданы исцеляющие энергии. Вы просто, как бы, вы просто забудете, что оно болело, вот просто заметьте, что у вас что-то перестанет болеть, что-то перестанет беспокоить. Обратите на это внимание, а потом расскажете. Танечка, благодарю тебя. Передаю микрофончик, кто хочет дальше. Доброго дня. Я хочу выразить свою благодарность тебе, Леночка, Агате и всем, кто собрался в этом кругу света, любви, счастья и осознанности. Первая часть. У меня движение уже, тело началось еще даже до того, как ты начала играть, и притом очень меня прям закручивало. Но интересно то, что стопы у меня настолько плотно стояли на полу, как бы, как меня как приклеило. И как бы меня ни крутило, и даже и танцы были, вот это, как Анастасия сказала тоже, меня сначала, как это, я танцевала, потом меня раскручивало тело, но я чувствовала очень за ушами здесь вот эту область и самый первый позвонок, и атлант я чувствовала, вот, ну, это было мягко очень. И потом по телу, ну, чувствовалось, как движение, как двигалась энергия, вот, и было интересно, что постепенно, то таз мой танцует, то выше, то есть вот тело как это постепенно вот раскручивало, ну, танцевало. Потом я, когда уже у меня руки вот так вот встали, параллель к полу, я прямо, ну, чувствовала, как на руках, вот, вокруг рук энергия движется, и, ну, я же потом закрыла глаза, я поняла, что я уже точно не упаду, вот, и чувствовала энергию эту, и в конце я прям увидела этот поток, такой он золотой, светлый, и он был очень мощный, потому что уже когда начала играть Агата, меня на минут 10-15 просто пластом выложила, и я пролежала, но не спала, вот, как медитация, и я поняла, почему во второй части мне приходили образы, у меня уходили обиды, вот, и, ну, возникали те прошлые ситуации, и я как бы проговаривала в ответ, и это было мягко все, вот, ну, второй, потом я встала, и уже, я тоже, кстати, мерзла во второй части, но я попила все-таки травяной чай, пока я слушала Агату, и уже в конце, когда она играла, я почувствовала вот этот вот такой задор, такой вот детский, и такой вот, как это, такие звуки шли, как возрождение какое-то, и, да, наполнение вот этой радостью, после того, как удалось все-таки, ну, почиститься после обид, это я уже, когда Агата выступала, я это поняла, я благодарю это пространство, и... Наташа, да, да, говори, говори. Хочу поблагодарить это пространство, и нас, как всех проводников, и тебя, Леночка, за то, что ты здесь нас, слово, не то, что собираешь, ты нас здесь, как бы, аккумулируешь, и синхронизируешь, вот, мне пришло это слово, и гармонизация происходит. Да, Наташа, вот, именно благодаря нам всем происходят такие удивительные процессы. Мы создаем настолько мощное поле, что его возможности просто не ограничены. Представляете, вот, я вчера буквально новее, я же ничего никогда просто так на своем канале не выкладываю, да, если есть какая-то информация, она как раз по делу, по теме. Ну, у меня немного, но в самую цель, я не хочу просто подавать информацию ради информации, она применима, вся моя информация применима. Так вот, вчера я новею тоже объяснение насчет квантового поля, да, то есть вы, конечно, наверняка все знаете, что такое квантовое поле, хотя бы чуть-чуть слышали про него, да, но поскольку я вообще непосредственно работаю с ним уже, я не знаю, лет с 15, наверное, я уже начала понимать, что такое квантовое поле, просто не знала названия. Но я знаю, как оно работает на своем опыте. И когда человек один создает намерение, это одно. Когда группа создает намерение, это другое. То есть даже мы сейчас не говорим про медитацию, мы говорим действительно про взаимодействие в квантовом поле. И когда люди синхронизируются по вибрациям, получается, материализуется именно вот та главная составная часть, самая важная, ценная, которая была заложена, да, всеми участниками, она может иметь грани для каждого участника, она может иметь какие-то оттенки для каждого участника, потому что у каждого свой различный энергоинформационный спидер. Но то, что один посыл, то это определенный, это как вот эффект сотой обезьяны, да, то есть получила одна обезьяна опыт, и мгновенно опыт там через какое-то время, ну, по ее острову, понятно, распространился, а потом перешел на другие острова, обезьяны не общались. Но это такой опыт, да, у нас нейронные и зеркальные связи, мы друг друга отражаем, мы друг друга принимаем опыт, не общаясь. Вот что важно, что мы даже можем не общаться, но у нас будут настолько развиты наши нейронные связи, что мы будем просто перенимать информацию на лету, слет, как говорится, в нашей телепатии. И сегодня, когда мы работали с первым полем, это действительно очень важное поле, ведь все мы понимаем, что мы живем в матрице, это не есть плохо, почему от нее все бегут, почему там, ой, чур, меня хочу сбежать отсюда, от чего мне плохого, мы сюда специально пришли ее изучать, и мы должны научиться с ней взаимодействовать. И кому-то здесь хорошо, кому-то плохо, но плохо не потому, что матрица плохая, а потому что человек выбирает, как с ней взаимодействовать. И если мы с уважением относимся к пространству, пространство с уважением относится к нам. Вот и все. И все есть мы, вы понимаете? Все есть мы. Все есть я, я есть вы, вы есть я. Все есть одно. И когда мы это поймем, что оно мгновенно взаимодействует, просто вот, тут даже не то, что нету вот этого, в этом же мгновении происходит все взаимодействие. Тогда мы понимаем, насколько это все сильно работает. И наша группа показывает эти результаты потрясающего раскрытия, осознания, именно потому, что мы проходим эти все процессы вместе. Хорошо, я бы сказалась. Пожалуйста, берите микрофончики, кто хочет. Здравствуйте, все. Здравствуйте всем. Меня слышно, да? Леночка, слышно? Жалко, не видно, хоть бы тебя разочек увидеть. Не хочешь показать? А вот, а как это сделать? На камеру нажать, да? На камеру нажать. Так, и включи трансляцию, да? О, вот. Я здесь. А что я не вижу? Вы вообще видите? Я не вижу. Вы видите кто там? Скажите. Нет, фотку только, да? Вижу, вижу. Привет. Привет, привет. А я не вижу. Видим, видим, видим. Ну ладно, значит, у меня так. Ну ладно. Леночка, слушаем тебя. Да, я благодарю всех. Я почему-то не хотела со вчерашнего дня идти на эту медитацию. И так думаю, зачем? Кого? Чего? Ну, ну, у меня сегодня выходной, и я, ну, вовремя пришла. Да. И скажу сразу, как только, Лена, ты стала работать с чашей, у меня сразу же тело отозвалось. Вот сразу же. А сразу какие-то танцы пошли, там, кренделя выписывать, и движения такие, как около костра танцуют древние люди. То есть я топала ногами, как будто заземлялась, хлопала в ладошки. И, кстати, я так понимаю, что это какой-то инструмент, он время от времени у меня проявляется. Я топаю ногами и хлопаю в ладошки, как будто что-то там схлапываю, то, что не нужно, или очищаю. Ну, вот такое я чувствую. Потом я похлопывала руками по себе. Когда я легла, у меня началась пульсация в районе второй-третьей чакры, прямо со спины и на уровне позвоночника. Потом она сместилась, прямо эта пульсация в третий центр. Я так поняла, что там, ну, что-то раскрывалось, запускалось. Также были восьмерки в танцах. И в свое поле я пригласила, ну, пригласила или пришли даже сами у меня сыновья. Я, ну, каким-то внутренним взором посмотрела на них и тоже, ну, запустила, что ли, первые вот эти центры. То есть я видела пульсацию у себя, у них пульсацию в первом центре. И потом, когда пришла в мое поле сама племянница, ей 15 лет, у меня тут же тело, я стала тоже восьмерки делать. И тоже я запустила какие-то, ну, через меня прошли. То есть я просила через меня это сделать самым наилучшим образом. И прежде чем я, ну, спросила на уровне души, как кто хочет, кто не хочет. Потому что, ну, в моих мыслях пришел брат, мама, они, сестра, они как бы отказались в взаимодействии. Ну, на каком-то уровне я это поняла. Ну, как хотите, то есть дело ваше. Кто пришел, тот пришел. Потом я пошла, ну, у меня водичка, свеча. И со свечой мне захотелось походить по дому. Я прошла по дому в каких-то местах. В каких-то местах я делала круги, в каких-то зигзаге. И потом я вышла на задний двор. Всю медитацию я хотела быть на улице. И вот вышла на улице. И пошла потом, встала на землю, когда Агата, ну, я так поняла, уже в конце медитации, где-то минут пять я стояла на земле. И я опять возобновила, ну, ментально соединение связи земли и Абсолюта. И я сейчас время от времени это делаю. То есть появились, то есть сразу энергия земли и энергия Абсолюта. Они через меня соединились и пошли торы вот такие. То есть, ну, очень, сейчас это, ну, побыстрее происходит, чем раньше у меня было. И потом я посмотрела на свечу, смотрю, она что-то погасла. Ну, ветер какой-то пошла. Пошла, обратно зажгла. Она не зажигается. Потом с третьей спички она зажглась. И буквально через минуту медитация закончилась. Ну, думаю, ну, все хорошо, все правильно, все нормально. Вот. И я вот прямо очень сильно благодарю вас всех. Интересное звучание новых инструментов. Интересна вот эта чаша, Лена, у тебя. Очень звук такой, ну, пронзительный. И у Агаты тоже какие-то интересные звуки, как будто встряхивали что-то в теле. И в каких-то моментах я даже как будто слышала, вставай, пора идти. Ну, это, видимо, я хотела вот именно на землю встать. И вот два раза такое было, и я пошла вот уже там везде ходить и постояла на земельке. И прямо очень рада этому, что все-таки я это сделала. Вот. Вот такая медитация волшебная была. Так я почувствовала. Леночка, я тебя благодарю. Ждем твоих, как всегда, у тебя наверняка там какие-то слова пойдут, может быть, формулировки. Это очень интересно всегда, что у тебя будет. Вот по поводу твоих движений, по поводу хочешь-не хочешь ходить. Это должно идти в резонансе. Но бывает порой мы просто не понимаем. Да, то есть вот я на каждой сессии говорю, почему мы это делаем. Потому что мы создаем коллективное поле, в котором процессы нашей эволюции происходят гораздо быстрее, чем в одиночку. Понимаете? И всякая дрянь выходит быстрее. И все хорошее быстрее приходит. Понимаете о чем? И потом вот эта вот пропадежка групповая. Вот я не знаю, есть ли еще такие вот группы, где вот будут так вот обсуждать детально, что происходит на сессиях. Это очень важно. Еще раз говорю, что у человека каждый проходит свои индивидуальные процессы. Но и все полностью, вот постичь, что, например, у тебя проходит, наверное, ни один человек не скажет. Но, по крайней мере, ты можешь услышать на примере других, что же там такое, да? И получить свой резонанс. Потому что вопросов море, а ответов нет. И вот через друг друга мы получаем эти осознания. Конечно, можно просто вот как люди, вот 99% живут. Но в том-то и дело, что только 1% осознанных людей, которые меняют жизнь для себя и для людей. Если мы относимся к этому проценту, тогда я просто стоя аплодирую всем нам. Потому что я лично себя отношу к этому проценту. Я хочу прожить качественно жизнь, а не просто как просуществовать и вообще как фиговой листочек прикрылся, и потом выкинули его, и все. То есть я создаю группу и пространство, в котором будут люди заинтересованы поменять свою жизнь и поменять жизнь планеты и всего человечества. Вот это наша основная миссия. А не отсидеться просто в своей кролище на ряду. Как многие у нас, 99% именно так живут. День прошел, ну и ладно. Ну а завтрашний может просто не настать. Просто потому, что на сегодня было ну и ладно. Лена, тебе очень признательно, во-первых, за отслеживание твоих процессов, то, что ты приглашаешь в свое поле. Очень, кстати, важный момент, приглашать в свое поле. Это же не важно, вот вы сейчас онлайн находитесь, а те люди могут просто это почувствовать, энергетические их невысшие аспекты. Ну просто вот чудесно у тебя это все получается. И то, что ты чувствуешь свое тело, что пошло, тебе захотелось. Вот на это же направлено, что чувствовать себя не умом, да, он там не подскачет, а именно чувствовать. Захотелось полежать хорошо, захотелось подвигаться, а пошли подвигаться. И таким образом мы научимся чувствовать эти энергии, которые необходимы нам дальше. Ведь на этих энергиях все строится. Вот смотрите, финансовая энергия, да, все на этом строится. Отношения, красота, молодость, здоровье, все на этих энергиях строится. Работа, карьера там, ну все. Но мы практически не владеем и не знаем. И вот живем от случая к случаю. А, он прилетел, а ну слава богу. Улетела, ай, жалко. Так а мы можем это все, с этим работать, просто вот действительно овладеть этим энергией. И чем мы занимаемся на сессиях? Мы овладеваем энергией для улучшения своей жизни. Леночка, я тебя благодарю, ждем твоих, они очень ценные. А я сейчас еще, знаете, что вспомнила? Я вспомнила, у меня второй день мышцы шеи как-то, ну, немножко побаливает. И я их грею вот так, то есть вот прямо не хочется их разминать, греть. Я где-то начинаю пропевать, что-то песни начинаю петь. И сегодня в сессии я не знаю, каким образом, или сама, или какие-то вот руки, как будто вот в мышцы прямо залезли, шеи. И я попросила намерением, даже как будто управляла этим процессом, или через меня. Ну, то есть я прямо их разминала, я прямо как будто чувствовала, как вот руки вот в этих мышцах, и там, ну, переплетение мышц, то, что нужно расслабить, то, что наоборот в тонус, и что-то вот такое я делала. И еще момент был, мои руки, то есть часто были на животе и ниже. То есть просто какое-то воздействие, тепло. И, ну, то есть вот они сами по себе делали там что-то, и я позволяла этому делать. Вот. Леночка, ведь наша вторая часть была нацелена, там конкретно написано, квантовое исцеление. Да? Вот тебя, твое тело, само и направляло, что делать. Плюс потоки, которые проходили, они были индивидуальными. То есть все, что я проводила, это было индивидуально. И намерение, когда мы озвучивали, не знаю, ты была в начале или нет, то есть мы озвучивали намерение на исцеление там тех частей тела, которые волнуют. Вот они работали индивидуально и проводили через себя то, что тебе нужно, и руки положили туда, куда нужно, понимаешь? И твоими же руками с тонкого плана работали с твоей шеей. Вот сейчас, кстати, как ты себя чувствуешь? Шея работает? Ну, шея у меня еще, как бы напряжение есть, еще есть. И что-то оно, я не знаю, или еще попеть, или покричать. Ну, то есть ощущение, что еще очистка происходит какая-то, то есть очистка именно какая-то. Да, очистка идет, это твой именно эмоциональная сфера. Лена, у тебя левая сторона зажата больше, да, Лена? Да. Левая сторона, левая сторона... Это твои обиды? Именно вот там, верхняя часть, это твои обиды. Обиды, вина. Вот, поэтому сейчас все идет освобождение. Не грузись по этому поводу, не вешай на себя ничего там. Вина, обида, это все программы старого. Мы сегодня их вычистили. Просто чувствуй себя, наполняй светом это пространство, через дыхание больше помоги телу. У тебя, ну, я сейчас вижу... Просто направляй свет на свои плечи, трапециевидные мышцы. Вот я как раз сейчас тебя ровняю. Ты сейчас просто почувствуешь, как это происходит прямо онлайн. Сейчас себе убираю твои блоки. Ты можешь прямо сейчас почувствовать. Я разрушаю блоки в твоем плечевом поясе, в плечевом отделе. Чувствуешь что-нибудь? Да, да, у меня прямо... Я приподнялась и расправила плечи. Сейчас там точка на плече, она в районе трапециевидной мышцы. Вот я сейчас ее разбиваю. Тебе, может быть, там будет такое ощущение давления? Что интересно, у меня почему-то сразу... Это перекликается с первой чакрой, даже ниже. У меня почему-то вот синхрон, как только ты начала, у меня сразу там вот внизу тоже так какой-то синхрон появился. Прокачка идет, потому что этот центр забит. То есть я когда-то говорила на нашей сессии, что у нас чакры чакрами, но у нас есть зоны воздействия, которые располагаются не там, где чакры. И в них заходят определенные программы, которые на нас влияют. И на них нажимают, как на кнопочки. И вызывают наши реакции. Мы можем быть вообще как лебеди белые, но в какой-то момент нам нажали, и мы среагировали. Вот это обычно происходит очень внезапно. Нас настигают, чтобы вот так поиграться нашими чувствами, эмоциями. Поэтому мы должны управлять своими эмоциями. Я сейчас продавливаю эту точку, Ирина, и ты будешь чувствовать отзыв в первой чакре. Прямо сейчас конкретно пойдет давление на первую чакру. Все. Сняли блок. Ты чувствуешь, как его сняли? Вот, честно, нет. Но у меня почему-то левая нога вниз. Что-то с левой ногой снизом выше щиколотки. Выше щиколотки. И с ребрами вот где солнечное сплетение. Странно, как будто это какой-то блуждающий нерв или что такое? Лена, я потом тебе скажу, что это. Сейчас не в этом, не онлайн. Я тебе расскажу, что это такое. Сейчас я просто вытаскиваю это то, что есть. Готовься. Скажи своим голосом, уходи к себе домой. Я благодарю тебя за взаимодействие. Уходи к себе домой. Уходи к себе. Уходи к себе домой. Я благодарю тебе. Прямо здесь и сейчас. Да, прямо здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Я благодарю тебя за взаимодействие. И говорю, уходи откуда пришел. Туда, откуда пришел. Туда, откуда пришел. Уходи домой, откуда пришел. Уходи домой. Уходи домой. Долго эта зараза сидит у тебя. Давай, 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 домой, 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 домой. Не оглядывайся домой, вперед, ножками вперед. Давай, 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 давай. Все, хорошие, все, все, домой идем, домой, домой. домой. Всё. Посидел, поигрался, хватит. Домой, 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 домой. Всё. Давай. Там тебя ждут. Там тебе хорошо. Там тебе хорошо. Молодец. 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 Давай. Забирай всех своих друзей. Забирай, забирай. Уходи. Да, да, да. Да, забирай все свои братья и уходите домой к себе. Кто чувствуешь сейчас? У меня сильно сейчас до сих пор кружится голова. То есть я заземляюсь. Я поняла, о чём ты говоришь. Я это даже увидела немножко. Сейчас продолжается, надо подождать. Надо подождать ещё. И я вижу, как уходят, уходят. Молодцы. 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 Теперь повторяй за мной. Я прекращаю любые взаимосвязи с любыми энергоструктурами. Повторяй, Лена. Я прекращаю любые взаимосвязи с энергоструктурами. Деструктивными энергоструктурами. деструктивными энерго структурами и здесь и сейчас я освобождаюсь от вас освобождаюсь от вас и вы прекращаете взаимодействие со мной и вы прекращаете взаимодействие со мной здесь и сейчас и на веке благодарю вас взаимодействие благодарю вас за взаимодействие и отправляю вас в источник там и отправляю вас в источник домой я призываю божественный свет я призываю божественный свет и любовь и любовь наполнить меня здесь и сейчас наполните меня здесь и сейчас если все то что требует исцеления и все то что требует исцеления восстановление восстановление возвращение к свету возвращение к свету теперь вдыхает и видишь свет входит в твою сердечную чакру и наполняет все твое тело всю твою ауру что ты чувствуешь сейчас у меня прямо намного легче и свет я чувствую как рассветляется свет внутри и свет моих тела и прямо облегчение сейчас выравниваю выравнивают в ауру я очищаюсь или выравнивают в ауру или еще до максимальных размеров ты сейчас можешь чувствовать головокружение если будет много энергии просто кого-то обнимешь даже мысли я покрыла золото внутреннюю сторону внутреннюю пространство ауры и серебро верхняя наружная для отражения всего дистанционного все аура целая леночка продолжай находиться в этом состоянии до того момента как почувствуешь что достаточно хорошо все благодарю тебя леночка мы переключаемся ты по будь пока в этом состоянии тебе надо еще подержать хорошо благодарю 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 линочка пожалуйста ждем микрофона кто готов кто смелый добрый день сейчас я присяду благодарю за практике сегодня какой-то особенный день был вообще последние дни очень я общаюсь тоже с людьми многие говорят что очень такие не какие-то легкие иногда даже некоторые засыпают вот мы даже смехозарядку проводили анастасия играет что-то странное было играть после смехозарядки обычно наоборот но бурно наполненная энергия вчера она просто отрубилась заснула как сон проводилась так что вот такие вот вещи последние дни я тоже чувствую какое-то такое очень спокойствие какое-то как вот бывает когда штиль когда ветра нету приятно на природе так находиться вот такое состояние как вот сегодня по первой части по первой части многие уже сказали доработали но я тоже мне там нижнюю часть такталом там и восьмерки были то такие взаимодействия разные шли чувствовал чувствовал наполнение как-то низ вот не сдет таз там да вот ты ноги соединение может быть как-то землей вот это вот такие вот вещи чувства потом в конце как-то как будто проточность улучшилась и как бы вверх вот поднималась так вот энергия то есть такие вещи ну вот и после после первой части на такая свобода образовалась так как-то ну ну свободно просто да какая-то свободнее что-то стало в теле чувствовал вот вторая часть я вторая часть в основном слушал так особо так введение там особо не было слушал-слушал да там спокойно такие вот я же говорю умиротворяющие такие манипуляции какие-то были про проходили и концу концу у меня как-то вот но были запросы там поработать с низом там да вот именно пищеварительный и вот именно с горлом как то вот это вот связка какая-то чтобы с этим поработать вот и в конце как то утоке подошли горло так раскрылись в разные стороны на вот и через как-то через руд до пошли какие-то звуки то есть на таких звуки в основном такие по татсап а татсс это здесь такие вот какие то что-то похоже вот так быстрее бустерейся 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 прям до самого конца когда уже закончили, вот, они все шли, все шли, потом, потом, короче, вот, тоже как бы закончились. Благодарю очень. Сегодня какое-то легкое какая-то сегодня сессия, прям такая, да, у многих радостная, даже веселая. Вот. Благодарю за сегодняшний день. Вот, и такое вот умиротворение, легкость. Сережа, тоже. Да, тебя тоже благодарю. Очень важно то, что ты сейчас сказал, вот, отслеживать эти процессы, что ты чувствуешь разницу в первая, вторая часть, потому что это, опять же, чувствование своего тела, да, вот, что ты чувствовал. И ты абсолютно точно сказал, что мы сегодня работали с первым полем, это матрица, земля, наша первая чакра, наше основание, вот это вот мы его запускали. То, что практически большинство людей страдает, да, в той или иной степени, в какой-то работает, ну, в какой-то нет. То есть мы это видим по своей жизни. Вот. А то у тебя сегодня такая хорошая прям очистка прошла. Я думаю, что у тебя скоро такие мощные изменения будут в жизни, положительную сторону, такие, знаешь, о том, что мы с тобой говорили, надо синхронизировать материальное и духовное, да, выровня, сбалансировать. У тебя мощнейший потенциал, и ты его, только духовный, можешь его привнести в материальную жизнь. То есть совместить эти два, потому что, в принципе, шаманская деятельность не предполагает только летание в облаках, это как раз таки предполагает выравнивание этого баланса и с твоей мощью, которой ты обладаешь, и с твоей поддержкой, которую ты обладаешь от высших сил. Ты просто можешь развернуть это поле, ну, очень мощно, просто осознавая себя, что у тебя могущественный духовный потенциал, и применяя его в жизни, просто будь уверен, что у тебя действительно это все работает. То, что ты говоришь, это четко, четко ты считываешь, все четко и щитка. У тебя просто не на миллион процентов, внутреннее чувствование, все. Просто будь уверен в себе, что да, ты шаман, просто признай это, просто иди в этом направлении, и работай, все. Благодарю. Я тебя благодарю, Сережа. Хорошо, Сережа. Так, теперь дальше. Кто у нас хочет следующее? Да, кстати, Сережа сказал насчет голосовых звуков. Это очень важно. Позволять телу полностью расслабиться. Вот это расслабление, о котором Леночка говорила. Позволить себе полностью расслабиться. Настя говорила. Именно когда мы расслабляемся, мы позволяем энергии течь. Вот Сережа, ты звуки произносил, значит, именно эти звуки нужны были тебе для того, чтобы прочистить твои энергетические каналы. И вообще звучите как можно больше. Где-то гуляете, просто мурлыкайте себе любой звук, который идет. Это же ваша, собственно, самостройка, вот с теми энергиями, которые нужны. Последайте целую команду, через звук, самостройте вас с нужными энергиями. И оно вам будет там мурлыкать, пропивать что-то, может простукивать, в общем, будет подавать знаки. Берите, пожалуйста, микрофончик, то я знаю, что вы все можете сказать. Не стесняйтесь, пожалуйста. У каждого есть что-то сказать. Леночка, давай. Звук включи. Где звук? Лена, звук. Лена, звук. Все хорошо теперь? Да, слышно. Слышно? Ой, всем здравствуйте. Ну, я поблагодарить Елена, Агата, за то, что дарите, за то, что учите, за то, что оберегаете, раскрываете. В общем, за все, за все, за все, за божественные дела ваши. Без вас, наверное, было бы очень тяжело. Короче, по первой части. Первый раз я, ну, стоя, как ты сказала, для меня жесть открытия была, что внутренний экран, то есть обычно сидишь, ну, все это сидя, ну, и вот перед тобой эта картинка. И вот было такое дикое открытие, что он на 360 градусов оказывается. То есть вначале, ну, вот ногами я там не прессала, ничего такого, просто покачивалась. Потом в какой-то момент прям вот хочу руки кремом намазать. Я говорю, ну, какой крем, куда сейчас идти? А потом я поняла, что мне надо делать руками что-то. Вот что я делала руками, я передать не могу. и к Богу, и к Богу, кстати, тянули руки. Вот он ко мне из облаков там руку тянул. Потом, значит, в горе, и все какие-то бородатые мужчины у меня были. Ну, образы. Очень сильно наполнено сердце прям какой-то любовью. и вот настолько все это было необыкновенно. И потом получается, что, то есть я вот руками это все выписывала, выписывала, и тут, значит, начинаю вот так вот качаться, и я понимаю, что все вот эти вот мои цветы, кого я видела, они оказываются не в одной точке, а я вот так вот перевожу и вижу вот на 360 градусов весь свой внутренний экран. И потом я начала даже, не то, что это вот одна картинка, но вот яблоко вот передо мной стоит, вот это вот яблоко, яблоко. А я раз так повернусь, у меня здесь какой-то готический храм, и вот там вот эти вот арки вдаль идут. Сюда повернусь, у меня здесь какое-то дерево необыкновенное. Было очень много образов деревьев и в первой части, и во второй части. Потом, ну, сейчас я еще что-то вспомню. Короче, я была поражена тем, что обзор у нас на 360 градусов оказывается, а не только вот в одной точке сосредоточен. Ощущения необыкновенные, потрясающие. И вот первое движение, которое я сделала руками, это две руки вот так вот. И было такое ощущение, что у меня, ну, вот из головы идет столб вверх туда, вот прям сильный. Потом вот из двух рук, то есть, а потом вообще был огромнейший столб вот такой вот шел. то, что все вместе, то, что это все прям наслаждение, я просто передать не могу. И причем, Лена, твоя часть прошла за пять минут. То есть, я открываю глаза, и я не верю, что, ну, уже, ну, так много времени прошло. Ой, агата, божественное звучание, то есть, началось все с того, что как будто я ныряю внутрь себя. Почему внутрь себя? Потому что я увидела, ну, вот как вот в горло вот входим, и вот этот вот язычок вот сверху маленький, то есть, и вот пошла, 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 пошла. Потом, значит, ну, тоже вот намерение, где там надо, где требуется исцеление мое. Начал двигаться, ну, немножко у меня травмирован позвоночник, в детстве еще там я упала неудачно. Вот сначала у меня этот крестец вот крутило, 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 а потом колени. То есть, со стороны посмотреть, это было очень смешно. смешно, потому что, ну, в общем, грубо говоря, вот ты баршируешь очень сильно, при этом ноги у тебя прилеплены к земле, ни пятки не поднимаются, ничего. Ну, а колени, вот ноги вот так вот выпрямляются, с щелчками с какими-то, это было так долго, я пытаюсь остановиться, где не получается, у меня продолжается вот это вот, ну, думаю, наверное, мне колени лечат. Вот, и самое интересное, что если, Лена, вот в первой части введения было просто вот море, я даже не буду говорить, что я там видела, там ирайские сады, и, ну, ужас, ну, просто, на фоне солнца травка, заходящего, это какой-то там вот, допустим, восток, на фоне красного, огромного солнца, ветки секвой, это все заходит, то есть я понимаю, что это где-то в Египте, в общем, мне показали заход солнца с разными растениями в разных частях вот земного шара, а, и в первой части еще было, я взяла в руки земной шар, но он был абсолютно прозрачный, просто видно, были континенты на нем, у него внутри, внутри земного этого шара загорелось солнце, почему это было не ядро, потому что не посередине, а оно было где-то сбоку, внутреннее солнце какое-то, вот это я, извините, если я сумбурна, потому что много эмоций, много всего, вот, а во второй части у Агаты, вот с этой маршировкой, вот это моя все дела, ну, видения были только трава, это были одуванчики, щебель, клевер, какие-то васильки, вот только трава, я пытаюсь себя куда-то выдернуть, покажите мне что-нибудь, там нет, нет, только трава, и тут вот Елена, которая первая взяла слово, она говорит, я в парке гуляла, я говорю, ну, наверное, я гуляла вместе с ней, там прыгала, ну, вот, в принципе, я очень благодарна, очень-очень-очень, и, Елена, я хочу сказать, что после нашего с тобой, ну, как ты мне показала мое, я открыла, да, у меня такое спокойствие наступило, я просто не могу передать, я очень-очень-очень сильно благодарна, люблю, целую, целую всех, ну, в общем, короче, очень благодарна, благодарю, 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 а я не слышу ничего, кстати, алло, Леночка, не исчезай, не исчезай, сейчас тебе еще подарки идут, значит, то, что ты видела природа, это твоя жива с тобой общалась, это же ты общалась, это ты природа, которую ты видела, да, это ты и есть, поэтому, куда тебе было сбегать от себя, не сбежишь, понимаешь, вот так и происходит это общение, просто, ты, наверное, думаешь, на лавочке сели, поговорили, нет, вот так именно происходит, через образы, через ощущения, то есть, она тебя развивает, это ты, твой аспект, она тебя развивает многомерно, то, что ты видела, на 360 градусов, это наше естественное зрение, к которому мы можем приходить, развивая наши энергополя, то есть, мы вообще были так запрограммированы раньше, что мы видели на 360 градусов, и мы к этому возвращаемся, так вот, я тебе хочу поздравить, что у тебя это уже открывается, да, это сейчас у тебя открылась на медитации, то есть, ты стала точкой сознания, точки сознания все равно, это вот как та камера, которая крутится во все стороны, да, я все равно где находиться, она видит все одновременно, попробуй, пожалуйста, попрактиковать это видение, теперь просто на улице, не в медитации, а просто в жизни, попробуй практиковать видение на 360 градусов, оно тебе уже открыто, именно твоя жива, именно то, что ты видела, это произошла активация от твоего высшего аспекта, от богини живы, дары, чтобы ты могла осознавать и видеть этот мир в полном его многообразии, объеме, не только в том формате, в котором мы примыкли его видеть, ты будешь видеть не только на 360 градусов, а именно многомерность всего этого существования, и все, что находится в этом пространстве вокруг тебя, ты будешь видеть объемно, и энерго взаимодействовать со всем пространством, именно на, будешь взаимодействовать на языке вибраций, ты будешь чувствовать, считывать поля, ты будешь понимать, они тебе будут подсказывать, куда идти, что делать, направлять тебя, они будут твоими истинными подсказчиками, направительными, то есть это вот, как бы твоя команда, это ты и есть, твое поле, твое проявление, но это будет тебя сопровождать на твоем пути, и ты будешь четко считывать, каждый слог шагу, да, что у тебя очень высокая чувствительность, и ты уже готова к тому шагу, когда ты можешь раскрыть свой потенциал, как богиня жива, благодарю, 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 а можно же сказать, минута есть, расскажи, мне просто интересно, это я правильно считала или нет, короче, у нас потерялась собачка у людей, ну и в беседу пишут, потерялась собачка, я тут, ну она потерялась там наверху, там в первых домах, грубо говоря, я внизу, там в 20 домах, ну это я образно говорю, а мне же жалко, то есть я понимаю, выхожу вниз, думаю, посмотрю, здесь может быть, если бегает, а там спаниелька какая-то, и на машине эта женщина едет, и она остановилась, вы, говорит, не видели собачку, вот два часа ищем, а она плачет, мне ее жалко, и я говорю, вот вышла вашу собачку посмотреть, потом, значит, стою что-то, а у меня там рядом овраг, и я думаю, ну уже все, мы с ней расстались, я ее успокоила, говорю, найдете, ничего там, вот, и стою, и так вот, ну ангелы мои, вы со мной, вот, может быть мне пойти в этот овраг, поискать эту собачку, но меня качнуло вперед, я пошла в этот овраг, думаю, ну господи, ну как, как она может здесь находиться, ну не может физически, потому что она куда-то наверх убежала, и тут я по этому оврагу прохожу, вылезаю куда-то через забор, и двое детей на велосипедах, они мне, ой, тетенька, вы там собачку не видели, я говорю, я сама ее хожу, ищу, в смысле, я уже видела вашу маму, ну вот так вот, а потом я им говорю, а вы на восьмом-девятом проезде ее искали, они говорят, нет, я говорю, езжайте на восьмой-девятый проезд, и на следующий день, опять же вижу этих ребят, а, беседе написали, нашли собачку, это все нашли, всем спасибо, всем, а там поселок весь там переживает собачку, и на следующий день я вижу этих ребят, и я у них спрашиваю, вы нашли, они говорят, да, я говорю, а где нашли, они говорят, на девятом проезде, вот у меня, Лена, к тебе вопрос, это вот как раз и было, что меня повели в этот овраг, несмотря на то, что я там не нашла, а повели именно в то время, и чтобы я встретила этих детей, и сказала им, где эту собачку искать, это я правильно понимаю? Да, именно так тебя ведут, именно так тебе показывают, как пользоваться своей интуицией, своим внутренним чувством, у тебя твоя внутренняя интуиция, и чувственность намного превышает потенциал рассчитки твоего ума, поэтому ты можешь полностью доверять своим чувствам, и пространство с тобой взаимодействует очень определенно, ты умеешь рассчитывать знаки, ты умеешь придавать им значение, и ты можешь считать те послания, которые тебе передают пространство, усиливая эту связь, и любая мелочь, которая будет появляться, она будет нести для тебя какое-то послание, обращая внимание буквально на все, отключая ум, и ты будешь понимать, как взаимодействовать с этой жизненной энергией, как богиня жива, ведь она и есть жизненная энергия, это не от ума, это от сердца. Благодарю. Фух. Ну, я понимаю, что надо учиться тяжело. Лена, как рада. Только благодаря, благодаря тебе, Олечке, Магдалине. Леночка, Леночка, выбираем слова. Легко у нас, все легко и в радости. Да, 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 легко, я имею в виду. Нас живет, тебе уже показали. Спасибо, что я правила. Ты уже показали все, как это работает. Благодарю. И развивай свое видение на 360 градусов, развивай, она у тебя уже открыта. Это одна из сверхвозможностей человека, в принципе, я говорила, что это просто ты возвращаешься к своим заложенным способностям. Вот она у тебя уже открыта. Пользуйся, развивай. Я благодарю, божественная. Леночка, я очень рада, что ты с нами, очень рада, что мы вместе. Благодарю тебе. Ты же говорила, что мы здесь все собраны в один коллектив, каждый со своими силами, чтобы было чудеснейшее поле для Земли. Вот, и еще, вот первый раз, когда тогда Оля Ионя сказала, что я, ну, как-то я обгадала имя, Лазурия, ну, не от слова лазурь с ударением на У, а на И. Я уже потом у Живы спросила, что Лазурия. Вот. И ты мне тогда говоришь, радуйся. И вот именно после того, спустя вот неделю, когда ты сказала про Живу, и тогда я поняла, что такое радуйся, потому что прям такая нега, блаженство, счастье, свет. Я благодарю, благодарю, благодарю. Вот эту вибрацию я от тебя очень сильно чувствую. Вот эта радость, это просто фонтаном льется. Я люблю. Я чувствую, Леночка. Излучай свою радость, Леночка, как и для этого и пришла в жизнь. Божественное. Благодарю тебя, Равнай. Ощущения божественные. Вы очень большое дело делаете. Божественное. Благодарю, отключаюсь. Все молодцы. Да, мы вместе. Благодарю тебя. Ой, а кто еще смелый у нас? На микрофончик нажми просто. Еще кто смелый, пожалуйста. Вы же понимаете, когда вы проявляетесь, к вам приходят послания. Пока вы будете тихо, в норке сидеть, послания не придут. Раскрывайтесь, не бойтесь. Потрясло вы скажете. Наталья Некрасова, выходи, не бойся. Нормально. Да. Добрый день. Привет вам из Лондона, из Туманного Альбиона. Ждем. Я благодарю за возможность быть вместе с вами. Ну, благодаря интернету, телеграмму, ну и, естественно, приглашение Елены. Рассвет. Леонора, а камеру можно тебя увидеть? Тебя увидеть можно? Ну, сейчас нет, сегодня нет, я еще не смелая. Сегодня нет. Я хочу сказать, благодарю за вот эту, за каждый четверг, за вот эту, за систематичность, да, то есть, цикличность. И вот, вот ты правильно сказала, что четверг, это чистый четверг, это чистый четверг, то есть, очищение духа, души и тела, и разума. Я стараюсь быть на каждый четверг, но, что удивительно, как вам сказать, я почему не откликалась, не выходила в эфир, потому что у меня, мне нравится все, но вот то, что вот мне нравится, и слушать, но в итоге я, этого я еще не знаю, не имею, да, чтобы там говорить, но сегодня, что заметила, вот если взять ладошки, и их, как говорится, ну, потереть между, то такой огонь в руках, это очень удивительно, это у меня никогда такого не было, огня, горячие такие, а еще вот что у меня, вот Елена, ну вот, я, ну-ка, замечаю физически, я даже сейчас не могу понять, почему-то у меня закрываются глаза, то есть какое-то двойное, двойные, что ли, глаза, то есть, вот не могу открыть их, вот, даже двойное зрение, ну вот, для меня это, и что я заметила, это вот, начинается, это вот после, вот таких четвергов, так что так. Скажи, двойное зрение, в смысле двоится, или как, я немножко не поняла? А я сама не могу понять, вот, я вначале не могла понять причину, но я сейчас думаю, что это вот после вот этого, ну, этого сеанса, получается, вчера этого не было, и при том это после четверга несколько дней, да, и для меня это было, ну, непонятно причиной, сейчас я, ну, знаешь, говорится, источник, откуда идет, а сейчас я думаю, что вот, ну, я просто для сведения, может быть, это не к этому относится, просто я вот, как сказать, вот заметила, ну, очищаю, это поясни, поясни. Ну, я даже, поясни, это как это? Лена, я не могу сказать сейчас, что с глазами, вот, что-то вот просто вот, у меня хорошее зрение, стопроцентное, у меня нет проблем с глазами, но вот, просто для чего, для себя не могу понять, почему появилось вот это, несколько вот, недель, несколько, понимаешь, мне прямо сейчас показывают, как, мне сейчас восьмерку нарисовали на твоих глазах, просто показывают, и третий глаз, распаковка третьего глаза. Ну, возможно. Мне сейчас просто показывают это. Я так и думаю, что это с этим связано. Элеонора, у тебя сейчас идет раскрытие твоих, возвращение в твои заложенные возможности, у тебя огромнейший потенциал, ты, у тебя, сейчас я рассчитаю, подожди, твое внутреннее видение, то есть, когда у тебя раскроется твое внутреннее видение, ты будешь видеть другие миры, ты будешь сканировать, ты буквально будешь иметь Аминь, 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 у тебя сейчас открывается портальное видение, ты будешь видеть другие миры через внутренний экран, ты будешь легко проходить в другие миры, спокойно открывая двери в любую мерность, которую тебе захочется исследовать, поскольку ты сама странник, ты путешественник во времени, и связанное с этими порталами у тебя есть доступ к ним, тебе надо просто выразить желание на раскрытие воспоминания своих этих даров, способностей и возвращения к себе для связи с другими мирами, ты будешь как сталкер, который будет проводить людей в другие миры, знакомые либо незнакомые, ты будешь проводником в другие измерения, в другие мерности, ты там своя, тебя там знают, и ты имеешь в ключе доступа к этому пространству. Кону, Рону, Тарейне, Та, Канара, Туну, Амин, Тея, Амин, Амин, Амин. Да, так и есть, так и есть, так и есть, так и нет. Ты меня услышала? Да, благодарю, но мне вот сейчас вот даже хочется закрыть глаза, не то, что хочется, я закрываю глаза, они сами закрываются. То есть вот, ну, просто вот, ну, как бы не хочется. И если я его открываю, то я не то зрение, которое вот было, да, то есть оно по-другому. Благодарю за ответ. А вот еще такое возможность... у меня вопрос... Сейчас, подожди, у меня вопрос к тебе. То, что я тебе сказала, у тебя пошел ли за нас это? Нет, я принимаю. Я принимаю информацию. А как это понять резонанс? Что это? Знаешь, вот такое откликнулось вот внутри, откликнулось, да, оно. Знаешь, вот как... Как ты платье покупаешь себе, да, вот, о, оно, оно, хочу. Вот так же и тут это такой чувственный резонанс, да, оно узнало про меня. Оно внутреннее. Ты можешь мозгами не принять уму, но внутреннее, да, клетки узнают эту информацию, понимаешь, на клеточном уровне. Как ты считываешь это? Чувствуешь ты это по клеткам, по своему состоянию? Отклик пошел? Ну, я сейчас могу признаться, это... У меня сейчас такое состояние, у нас туман. Это для меня тяжелое погодное условие. И после, ну, всего, да, так, медитации, практики, это... Я вообще вот просто хочется лежать на кровати, ну, то есть, как говорится, ну, горизонтально и не двигаться. Позвоночник. Элеонора, тебя сейчас раскрывают, тебя прямо сейчас раскрывают, как портал. Ты человек-портал, понимаешь? Тебя прямо сейчас раскрывают, как портал. Возможно, ты еще сознанием не готова, но твоя структура энергетическая, она к этому готова. Вот именно для этого я пришла. Ты портал. Ах! Кен-э-ре-те-на-уро-то-ко-не-э-ре-не-те-кане-ири-на-ту-ру-пок-ане. Э-не-те-ре-не-те-не. У тебя сознание позже придет, чуть-чуть позже. Почувствуй. Постарайся просто пребывать в тишине ума, как ты любишь на природе быть, побудь на природе, с ней соединись, и у тебя придет этот коннект, у тебя этот придет в твоей той сути и того взаимодействия, которое к тебе уже так вот просто уже вливается в тебя. Ты с ним сконнектишься. Пока у тебя заслонка такая стоит маленькая, я вижу ее. Но она растворяется. Просто позволь себе открыться новому через намерение. И позволь себе открыться себе. Именно такое. Позволь себе открыться себе с большой буквы. Ты играла до сих пор роль, понимаешь? Красивую роль, Беонора. Пора возвращаться к себе. Во время того, что ты говорила, у меня шла зевота, да? И это сильно, со слезами на глазах, да? Могу признаться, я принимаю все твои слова, через тебя, которые даются мне, я принимаю и благодарю. А я сейчас не знаю, что из меня выйдет, как ты говоришь, да? Но я хочу, чтобы ты услышала, что ты услышишь ты своим. О, Рама, Кашула, Раба, Теримекешин, Лоримекешин, Гот, Рамайки, Теримекешин, Дуапа, Стова, Дарабетика, Ошел, Рэ. О, Раба, Тегешила, Рамекешила, Ри, Кейсеки, Гот, Римекешила, Рамана, Ставарада. О, Рабей, Кешила, Рабей, Кешедари, О, Шедридистевриди, О, Рамакашила, Рамакешила, Римекешила, 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 У меня сейчас я говорю, а у меня не имеют руки. А, Элеонора, давно у тебя галактический? Ну, я это, я не скажу, я не протекую. Это я вышла из меня, ну, сейчас, когда мы сейчас общаемся. Я не протекую. Ну, вот это твой галактический. Сейчас я тебя вижу около мечети. Ты мудрец, очень скромный мужчина, сидящий на ступеньках с щетками. В тюрбане, с белой бороды. Мудрец-странник, и он появляется то там, то здесь, переходит с точки на точку. Он путешественник, это ты и есть. И сейчас ты говорила именно то, что он хотел тебе передать. То, что ты являешься странником, и ты путешествуешь между мирами. Тебя на самом деле здесь нет. Ты просто как ряд на воде проявления, но ты находишься в другом мире. Ты проявляешься по своему желанию то там, то здесь. Исследуя разные миры, пребывая в разных телах. Возможно, у тебя было такое чувство, что ты находишься как бы не в своем теле, как бы ты в нем гость. Так это так и есть. Ты в нем действительно гость. Ты великий дух, обладающий вселенской мудростью, и ты путешествуешь из времени в время, из точки в точку, из тела в тело. Ты одновременно можешь находиться в нескольких точках, в нескольких нервностях. Собираю информацию. Эта информация больше для удовольствия теперь уже, потому что ты, в принципе, набрала весь необходимый опыт. Вот так, Элеонор. Благодарю и принимаю и благословляю каждого из вас. Вот, видишь, как проявилось, как у тебя все это пошло. Шикарный у тебя галактический, конечно. Приходи к нам, Элеонор. Я думаю, сегодня ты получишь еще откровение, пообщаясь с этим старцем. Просто ты мне это все. И к тебе придут послания. Можешь записать. Можешь через голосовой. Звучи. Просто звучи, и тебе придет распаковка. Кто дальше, куда дальше. И вообще осознание процесса. Я тебя благодарю. Замечательная сессия. Кто хочет еще, пожалуйста, кто хочет проявиться? Ну, уже все сказали, да, по-моему. Людочка проюрала, конечно, тихо сидит. Люда, хочешь сказать? Ладно, тогда что? Мы на сегодня заканчиваем нашу сессию. Я вас все благодарю. У нас была мощнейшая сессия, интереснейшая. Много новых открытий. Жду вас в следующий четверг. Приглашайте знакомых. Приглашайте тех, кто хочет идти в развитие. Кто не боится познать себя. Кто хочет познать себя. Кому интересно познать этот мир с разных сторон. Благодарю вас. И до скорой встречи. Продолжение следует...